Участники лыжной научно-спортивной экспедиции, посвященной 70-летию победы, памяти героев лыжный батальон, прибыли вниз. Позади уже 100 километров и 8 дней пути. Путешественники – это преподаватели и студенты САФУ. Алена Валей проследила за маршрутом лыжников. Участники экспедиции преодолели расстояние в 100 километров от Мизени до Неси. С самого старта путешественники ведут виртуальный дневник в социальных сетях. Из него следует, что с первыми трудностями команда столкнулась уже в самом начале пути. В самом начале пути у нас сломалась лыжная палка. Пришлось срочно ремонтировать. Погода стояла хорошая, легкий морозец. Прошли первый день 22 километра. Ночевали в рыболовецкой избушке. Рыболовецкая Тони. Следующие дни проходили поменьше – от 15 до 20 километров. Были оттепели. Иногда шел дождь. Это в начале марта. Шли по берегу моря. В дельте реки Мизени были сильные ветра. В один из дней была большая волна. Стало понятно, откуда на берегу огромной льдины в 2-3 человеческих роста. 8 марта встретили в охотничьей избушке на берегу моря. Был такой сильный ветер, что в подветренную сторону можно было палками лыжными не толкаться. Хорошо катило так. Сварили праздничный суп из сушеных грибов. Открыли шоколадку. В избушке нашли журнал. Весь вечер читали. Очень уж интересные истории в нем встретились. Написали в нем и о себе. Затем лыжники прошли деревню Сёмжа почти на границе Архангельской области с Ненецким округом. Зимой населённый пункт необитаем. На лето приезжают дачники. Здесь участники экспедиции нашли несколько старообрядческих крестов. Некоторым уже более ста лет. Спустя пять дней пути – первый жилой населённый пункт. Деревня Верхняя Мгла. Здесь путешественники поселились в доме Анны и Алексея Калинцевых. Как пишут участники экспедиции, наконец-то им удалось умыться и просушить одежду. Затем снова в путь. И вот поморская экспедиция прибыла в старинное село Несь. У нас запланировано было эти 100 километров пять дней плюс шестой резервный. Так и получилось. На шестой день мы пришли в Несь. Погода вмешалась. Вот то, что стояла тёплая погода, то, что снег просел очень сильно, шёл дождь, мокрый снег. На самом деле скорость движения резко упала. Но всё же от запланированного графика путешественники не отклонились. По словам руководителя группы Александра Шаларёва, хоть погода и внесла свои коррективы в поход, всё же им очень повезло. На данном участке больших проблем не было, потому что мы шли по берегу моря. То есть мы ночевали и в Пые, и в Устье Пые, и в деревне Сёмжа, в рыбацких избушках. То есть нам даже не пришлось ни разу ставить палатку, потому что здесь ещё населённая местность. Но дальше, я понимаю, чем дальше будем выходить, то там уже придётся пользоваться палаткой. В Неси у путешественников большая программа. Накануне они смогли встретиться с местными краеведами и жителями, родственники которых воевали в Великой Отечественной войне. Евдокия Конюкова во время встречи вспомнила, как ещё девочкой провожала на фронт отца. Главная цель лыжной экспедиции – сбор воспоминаний и информации об участниках лыжных бригад и лыжных олено-транспортных батальонов. Сегодня они встретились с школьниками, побывали на репетиции хора «Ивановы дочки». Завтра снова в путь. Теперь маршрут поморской экспедиции лежит по зимнику через Вижас, Ому, Снопу и Нижнюю пёшу. В середине апреля планируется прибытие экспедиции в Нарьенмар.